Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим, и сегодня что-то вкусное! Сегодня у нас второй выпуск элитного дошика! Дошика! Абсолютно не принципиально, какой дошик брать для этого. Мне, в общем-то, от этого дошика нужна только лапша. Поэтому вот эту всю вкуснятину делаем сейчас, непотребство, святое. Вот этот пакетик откладываем. А что так можно было, что ли? Вот этот оставим, пускай там овощички, они нам пригодятся. Так же поступаем со вторым. У нас две порции элитного дошика. Вот эти ссаненькие вилочки тоже выбрасываем, ну их. Это не какой-то фриквый рецепт, это настоящий вкусный рецепт. Первый у нас был а-ля карбонара, второй будет баланьеза. Вот дошик люкс баланьеза. Это просто говядина, мы ее проворачиваем в мясорубке. Так, собираем агрегат. Он же у меня многофункциональный, в том числе и мясорубка. И проворачиваем, че? Надо включить розетку. Здравствуйте. Чтоб протолкнуть остатки фарша, я всегда использую какие-нибудь овощи. Вот у меня кабачок, например. Теперь подготовим овощи для соуса. Все нарежем кубиками. Ребята, у меня всегда свое видение на соус баланьеза. Я не знаю, я что лазанью делаю, что вообще макароны баланьеза, спагетти, назовем их так. Я добавляю какие-то овощи, потому что овощи добавляют какой-то определенной свежести, сочности. Я вот в данном случае добавляю кабачок. Он отлично подойдет в соус баланьеза. Все. Вот это, в общем-то, овощная основа моего соуса. Удобнее всего готовить, на самом деле, в кастрюле. Здесь я буду готовить соус основной. А рядом сковородочка у меня, в которой я обжарю фарш для начала. Закидываю фарш. Я не кидаю сразу много, чтобы он не начал вариться. И параллельно уже в кастрюле обжариваем лучок. Когда лучок прижарился, добавляем остальные овощи, ну, то бишь кабачок и морковку. И минут 5 обжариваем вместе. Я в овощи добавляю сухого вина. И так вместе с овощами протомлю минут 5. За это время фаршик у нас прижарился, смотрите. Он будет мягкий. Мы будем тушить этот соус, поэтому фарш я довел до готовности. И в соусе он уже станет мягеньким и пропитанным офигенным овощным вкусом. Пока в сторонку. Вы меня спросите, почему в Болоньезе у тебя нет сельдерея? Там всегда добавляют сельдерей. Я его не люблю, вот его и нет. Классный ответ. Объединяем фарш с овощами. Добавляем томаты. Я пока не солю и не перчу фарш. Все это мы сделаем уже в конце приготовления. Добавляем еще воды. Ну, до консистенции, вы понимаете, чтобы это тушилось, да? Я уменьшаю огонь. Делаю его таким средненьким. И в течение часа под крышечкой, может быть, иногда добавляя воды, будем это тушить. Вообще подливать воду, может быть, и не понадобится. Именно для этого я накрыл крышкой, чтобы лишняя влага не испарялась, чтобы там внутри все это томилось. В общем, час, в идеале полтора, пускай тушатся. Будет вкусный соус. За 10 минут до окончания мы его поперчим и посолим. Оп! Вот так вот, смотрите, вода не испарилась. Пришло время посолить, добавить вкусов дополнительных в этот соус. Я еще добавляю молотый чеснок. И свою любимую специю, это орегано. Можно добавить еще базилика, будет вкусно. Ну и, конечно, перчика. Еще оставлю на 10 минут. Но мы никак не обойдемся без запаривания дошика. Сливаем водицу. Вау! И возвращаем обратно. И, конечно же, наш люкс дошик должен быть с прекрасным соусом. Болоньез! Вот это люкс! Есть те, кто сомневается, что это офигенно вкусно, ребят. Ну, что там? Конечно, это не... Не то, что прям дошик. Блин, любые макароны, любые спагетти, там, фузелини. Вот это все, что хотите. Купите, залейте таким соусом болоньезы, перемешайте, и вам будет обалденно вкусно. Да без вопросов, топчик! Всего вам вкусного! Пока! Повторяйте, если хотите. Испортил дошик, да? Свой болоньезы! Ой, сейчас вас бомбить начнет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok